ребята всем привет я нахожусь на берегу мертвой вислы как называют местные ребята позади меня пробывает очередная яхта это достаточно популярный вид развлечения сейчас особенно летом посмотреть на ближайшие окрестности со стороны своей шикарной яхты или прокатиться на каком-нибудь экскурсионном корабле а сегодня мы продолжаем нашу рубрику чем же меня удивляет своими нюансами польша по приезду меня как обычного рядового белоруса что здесь не так что хорошо выглядит что стоило бы улучшить она может даже что-то перенять поехали один из интересных моментов удобно здесь это так называемый блик блик это код который генерируется в банковском приложении то есть да блик сама как понять относится к банковской сфере к сфере услуг финансовых и этот код довольно таки универсальный он по сути заменяет вот данных вашей карты при оплате каких-нибудь услуг либо снятие наличных банкомате чем же он удобен сам по себе тем что первое вы к примеру можете оплачивать повторюсь какие-то услуги на сайтах без ввода данных карты вводите приложение которое генерируется в приложении вашего банка вводите его в соответствующее поле это шестизначный код подтверждаете транзакцию себя в приложении видите сумму при этом и кому вы за что платите и все здорово это особенно показалось мне удобным когда к примеру мой друг или я например нуждаюсь в какой-то энной сумме денег и мне нужно сейчас что-то платить онлайн просить перевести мне деньги до пробовать друга либо вводить его данные карты порой не очень удобно или к примеру если бывают случаи когда вы шарите экран доводите данные своей карты между своими друзьями или какой-то иной ситуации ваш друг может вам просто сказать этот код вы введете его на сайте приложения друг увидит сумму транзакции и произойдет оплата второй момент это второй момент это то что мне капюшон постоянно залетает вперед это позволяет снять по крайней мере в гданьске я пробовал различных банкоматах снимать деньги с картой без каких-то комиссий по номеру блик можно снять повторюсь деньги в банкомате не партнере вашего банка без комиссии в том числе это достаточно удобно просто и полезно как и у нас так и здесь присутствуют такие ларечки где продается всевозможная печатная продукция сигареты какие-то игрушки тройной одеколон может даже и прочие мелочи здесь этих ларьков пруд-пурди их много но есть одна интересный интересная деталь во первых начинают работать они достаточно рано многие из них работает будний день 6 утра кто-то 7 но в основном 6 утра и закрываются они тоже рано в час в два самый поздний который видел это в 4 в минске я видел такие ларечки и они работают до 7 вечера где-то когда видел до 5 мне это крайне удивляло здесь же жизнь начинается раньше и соответственно раньше люди уже освобожаются со своей работой потому что привыкли рано с утра все делать это можно увидеть если вы придете в продуктовый магазин здесь к примеру 7 утра 8 в будний день и увидите что людей уже достаточно много магазине как правило у нас магазин открываются около 9 утра в беларуси да в основном я вижу в 9 утра как правило даже в минске там с утра достаточно немноголюдно если возвращаться к теме этих ларьков таких назовем их ларьки белсу из печати то здесь они выглядят порой достаточно ущербно просто до устрашающие но никого то не смущает и даже порой в центре города в каких-то местах эти ларьки являются просто закрытыми они выглядят ужасно представляют собой какие-то заколоченные монументы разукрашенные граффити никого то не смущает и это является как какой-то частью местной архитектуры назовем это так окей ребят сейчас мы говорим про транспорт общественный и у меня есть несколько пунктов на насчет достаточно интересных первые относятся к тому что здесь довольно таки страшненькие автовокзалы на мой взгляд потому что выглядят они достаточно просто такое чувство что за ними но не часто следят здесь я был несколько на нескольких автовокзалах даньский естественно город ольштон и город эльблок и они выглядят достаточно просто без каких-либо но классные таких интересные детали и кроме того он не кажется каким-то не очень ухоженными на самом деле как-то все очень достаточно грустненько я бы сказал нет но если хотели бы оккунуться в 90-е допустим то да это как бы вариант но здесь кассы закрыты почему-то непонятно жда вокзал вот он ряду стоит далеке красивенький сейчас его реставрирует вот автовокзал и такая ситуация я не первый раз вижу вот если знаете то расскажите что такое в чем прикол почему на нормальный автовокзал не выделяются средства или просто не от этого внимания вот как старая рекламка позади меня находится трамвайное депо вот с точки зрения архитектуры выглядит достаточно интерес понятно это здание не открыто для посещения но выглядит достаточно аутентично к одному из моментов я здесь уже в целом привык поскольку встречал это в других городах не только польши но и европы а это остановки по требованию да если вы хотите выйти остановка в данном случае вот здесь в гданьске она позначена как остановка по желанию на жандании как здесь помечается или n slash z буквочкой то эта остановка будет выполнена только в том случае если вы нажмете кнопочку в автобусе перед этим поэтому будьте внимательны мало ли ваша остановка это остановка по требованию вы можете с лихвой проехать интересное увидел назовем это инновацию до что оплатить билет на транспорт можно всего лишь приложив карту к платежному терминалу который висит в автобусе я видел такой пока что только в автобусе работает таким образом что когда вы оплатите этот проезд то у вас в списке транзакций будет видно это операции вашем банковском приложении и вы можете передать ее контролеру забавный момент здесь меня порадовал как-то когда зашел контролер контроллер здесь не носят какой-то особенной формы они заходят одевают бэйджик и говорят контроль проезда пожалуйста передавите и пока я стоял из мы показывал свой проездной у меня это по карте жителя гданьского он я наблюдал как один мужчина показал свой он проездной с фоткой я не видал раньше таких другой предоставил пассажир туристическую карту другой показал приложение в котором он купил следующий показал в ягода яда и вы мне уже начинают пробирать на смех потому что другой показал просто пропитый талончик количество опций через которые вы можете купить проезд просто огромный я думаю как контролер просто не сходят с ума от этого разнообразия вариантов оплаты проезда но живут люди пользуются и всем удобно я надеюсь на в плане безопасности конечно ребята здесь молодцы в плане безопасности когда едет роман есть такие перекрестки дорог из круговое круговое движение есть когда места где дорога поворачивает направо налево там едет ромай и обязательно идет звуковой сигнал ува х трамвай увага трамвай и пока трамвай не проедет этот сигнал не перестает уведомлять пассажиров может проезжающих в автомобилях или потенциальных пассажиров которые стоят на основке или велосипедистов или может незрячих потенциальных пассажиров о том что приближается транспорт это достаточно прикольное и простое решение особенно когда если ты засмотрелся в телефон а тут ездит трамвай и трамвай становится сложно но ты услышишь я надеюсь если только не стоишь в наушниках и с шумоподавлением но услышать можно и ребятки мои вам аплодисменты за это в целом открытие дверей в транспорте выполняется как изнутри так и снаружи по требуем то есть если остановится тормой там пять дверей и заходит один пассажир он не будет расходовать какие-то дополнительные мощности электроэнергию на то чтобы открыть все пять дверей откроются только одни двери через которые заходит пассажир и он нажмет эту кнопку надо сказать конечно что естественно двери будут открываться только тогда когда транспорт остановится стоимости проездных можно сказать следующее сейчас в гданьске проездной на наземный транспорт такой как автобусы или троллейбусы совместный он стоит 109 злотых на один месяц было недавно поднять все стоимости призного то есть он стоил 99 золотых ну подняли стал 109 злотых кроме того если вы живете к примеру в гданьске да мы говорим про гданьск достаточно постоянно вы можете оформить себе карту жителя гданьска и по ней есть интересная опция когда вы покупая проездной за 109 злотых автоматически получаете возможность кататься на электричках так называемых скм бесплатно в пределах города гданьск есть такая наземная электричка скм она ездит по одной прямой линии и у нее есть несколько станций если вам нужно подъехать а такое бывает периодически то вы можете воспользоваться этой опции если купите проездной по карте жителя гданьска конечно скм ездить только в пределах гданьска но и в пределах всего трое место гданьска так с опыт это гдыня и захватывает уже некоторые другие станции едет дальше но по карте жителей гданьска такая опция есть только в пределах города гданьска окей ну вот настал момент мне порекламирует бедренку или бедронку пишите коменты как это произносит один момент из которого меня подгорало и периодически меня возникает вопрос почему ребята почему это то что здесь нету камер хранения ребята в магазинах я что-то не наблюдаю камер хранения кроме конечно какие-то большие в таких оптовых продуктовиков но таких магазинах которые я обычно хожу я думаю повседневности все остальные люди такие как бедронка и лидл до кэрифор еще например то камер хранения здесь нет мы зашли в очередной магазин только что и нету здесь камер хранения нигде нету ходить своими покупками рукав пытаясь очень удобно ребята спасибо то вы приходите и конечно негде оставить вы можете сказать было типа ну не пропустит или что там или неудобно но пропускают никаких проблем нету здесь точно неудобно ну тогда если у вас очень много сумок то таскаться с ними по магазину есть одна еще такая прихолюха которая здесь меня удивляет в магазах я хожу в бедронку парочку бедронок на своем районе вижу что люди почему-то но либо не доверяют либо не умеют пользоваться кассами самообслуживания в целом получается типичная ситуация когда вот мы стоим здесь кассам самообслуживания за нами никого нету люди стоят в очереди в обычную кассу здесь в обычную кассу здесь эти кассы как-то не популярны это достаточно просто и быстро практика показывает совершенно другой раз за разом это происходит именно в таком ключе почему вы для меня честно говоря загадкой я становлюсь кассу самообслуживания только по той причине что в обычных кассах людей просто овер дофига там собирается большая очередь один или два может сидеть кассира в то время как кассам обслуживание может 36 или в некоторых ледлах по размерам такие как бедронка здесь я видел и 8 касс самообслуживания и там можно пройти гораздо быстрее почему так происходит ребята расскажите вот если знаете ответ на этот вопрос то я спрашивал британских ученых они пока что мне не ответили почему так происходит когда сегодня воскресенье я снимаю для вас контент воскресенье и некоторых магазинах вы можете увидеть что магазины воскресенье к примеру работают хотя на самом деле это не так не ведитесь на это в польше в основном продуктовики не работают в основной своей массе не работать торговый центр тоже не работают но порой на магазинах пишется на google карта к примеру за либо на самих магазинах вот на этом тоже есть вывеска что магазин открыт воскресенье указано что они в субботу воскресенье работают вот здесь эта неделя хондовая то есть торговых воскресенье перед некоторыми праздниками оно обратно открыто ну магазин volt открыт воскресенья то есть это несколько раз в году такое происходит на некоторых магазинах не указано что это тарговые воскресенье и поначалу это может вести в заблуждении что магазине якобы воскресенье работают все касается торгового воскресенья те дни когда перед какими-то большими праздниками открывают магазины и они работают воскресенье не в таком же режиме как это в будине но в более укороченным формате но работают например у этом выходные были перед пасхой и магазины были открыты продуктов можно было сходить и закупиться остальные же воскресенье по всей польше магазины как правило закрыты какие-то маленькие продуктовики конечно доступны вы можете сходить но в целом увы проводите время семьей нечего ходить по магазинам воскресенье довольно часто здесь встречаются несколько видов скутеров самокатов электросамокатов аренду на польском они называются хуй нога скутеры здесь это уже не такие скутеры электрические а это уже конкретное транспортное средство на которое может сесть и на бензиновом моторе поехать назовем это так интересная деталь здесь касается насчет скутеров болт если вы на выходных дня к примеру вечером в пятницу вечером субботу там вечером да будете брать этот скутер в аренду в приложении вам скажет уважаемый нужно пройти проверочку на вашу трезвость приложение вам надо будет поклить и к покликать быстренько картинки то есть приложение проверить скорость вашей реакции если же вы проверку не пройдете то что случится не поедите на самокате на этом или что нет на самом деле ничего такого не произойдет просто приложение вам случае замедленной реакции скажет товарищ но нужно брать наверно такси и такси конечно же болт что вы же пользуетесь приложением болт и поехать на нем в свое увлекательное путешествие но если же вы не возьмете такси ничего не произойдет вы просто можете воспользоваться этим самокатом или хуй ногой как и планировалось ну и под завершающие скажем интересно такой моментик опять про природу мы привыкли покупать овощи фрукты в магазине заметили мы такую деталь здесь что рукава которую мы кладем в салат к примеру или на тосты с сливочным сыром из авокадо она растет повсеместно здесь везде возле дорог вдоль каких-то ну пешеходных маршрутов трасс просто как как выли кустарник ну вот смотрите ребята вот мы стоим тут на улице да вот он щек на нас смотрит а вот рукава вот рукава вот видите рукава и правда пахнет как рукава действительно есть рукава ну просто вопрос не подписали на нее собачки а так в принципе нормально вот пожалуйста и покупать не надо нарвал и пошел на действительно здесь растет вот она похожа здесь нет нет ничего такого но вопрос конечно о том насколько она чистая или грязная вот такой факт имеет место быть поэтому ребята в целом что хочу сказать в завершении этого выпуска катайтесь на скутерах осторожно кушайте здоровую еду будьте здоровы если вы еще не подписаны то пожалуйста подпишитесь если вам понравилось напишите что понравилось а что нет я буду учитывать это спасибо за просмотре всем пока